С нами на связи Геннадий Рябцев, эксперт энергетического рынка. Геннадий Леонидович, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Здравствуйте, взаимно. Добавлю к той информации, о которой говорила моя коллега, о предварительных, еще предыдущих оценках ситуации на Запорожской атомной электростанции от МАГАТЭ. Говорили они с персоналом службы безопасности, да, каким-то. Как мы понимаем, персонал службы безопасности на территории оккупированной станции может быть только один. Это российский контингент, скорее всего, возможно. Опять-таки на сайте МАГАТЭ не уточнили. И, конечно же, своих главных планов этот персонал обороны безопасности ни в коем случае не будет раскрывать. Давайте так, Олаф Шольц, канцлер Германии, после взрыва дамбы Каховской ГЭС, назвал ситуацию новым измерением. Будет ли новое измерение ныне, после заявления президента Украины о высоком риске теракта, подготовки такого, после заявления начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, новым измерением в реакции украинских союзников, хотя бы в санкциях, хотя бы что там с Росатомом, хочется узнать. На мой взгляд, нет, потому что ни один из наших западных союзников не расценивает эти заявления как подтверждение каких-либо вероятных ядерных инцидентов на Запорожской станции. Да, скорее всего, были заминированы некоторые объекты вне Запорожской станции, а также подъезды и подступы к ней. Это, скорее всего, можно с большой вероятностью констатировать. И речь пойдет, скорее всего, о невозможности, об обеспечении... Российские войска будут делать все, чтобы невозможно было быстро вернуть Запорожскую АЭС в состав Объединенной энергетической системы Украины. То есть о чем идет речь? Идет речь об выведении из строя того, что выводится из строя постоянно ракетными ударами Российской Федерации по Украине, а именно распределительного оборудования, трансформаторной подстанции, то есть средства физической, если хотите, связи станции с окружающим миром, в первую очередь с другими объектами Объединенной энергосистемы. От того, насколько быстро будут действовать силы обороны Украины, зависит и тот объем повреждений, которые могут нанести оккупанты, уходя со станции. Однако, мне очень бы хотелось подчеркнуть, ни о каком ядерном взрыве речь не идет и идти не может. Станция не работает. Она находится, ее реакторы находятся в состоянии останова. Четыре в режиме холодного, один в режиме горячего, который отличается лишь температурой теплоносителя на выходе. Ни о каком взрыве, ни о каком облаке, ни о каких, я не знаю, там, катастрофических последствиях, о которых говорит госпожа Тимочка, вообще речь идти не может. Спрашивайте об этом не у политиков, которые, на мой взгляд, очень неудачно проводят информационную спецоперацию, не у, ну скажем так, отдельных лиц, которые считают и называют себя экологами. Спрашивайте у специалистов, ну спросите, пожалуйста, у руководителя энергоатома, спросите у инженеров, специалистов-атомщиков. Поинтересуйтесь вероятностью, например, расплавления там активной зоны реактора с выводом радиоактивных веществ в окружающую среду. Вероятность такого события 10 в минус 8 степени при самом, не знаю, там, катастрофическом развитии событий. Если там все будут взрывать, взрываться самостоятельно, если они там все обвяжутся взрывчаткой, все россияне, которые сейчас находятся на Запорожской АЭС, и будут там взрывать себя прямо в машинном зале или где они там собираются взрывать. Атомная электростанция – это не атомная бомба. Там не может быть событий, о которых намекают, на которых говорят отдельные экологические активисты. Не может просто быть. Спрашивайте у инженеров, спрашивайте у специалистов-энергоатома, спрашивайте у инспекторов МАГАТЭ, которые там непосредственно находятся. И там, которые говорят о том, что нет, нету такого, о чем упомянул господин Будан. Тем не менее, это не снимает ответственности с государства террористов, чтобы наши зрители понимали, что не все так прекрасно, естественно. Напомню нашим зрителям, что в Министерстве иностранных дел Украины призвали мировое сообщество назвать Российскую Федерацию все-таки государством террористом, опять-таки напоминая о постоянных действиях этой страны. О МАГАТЭ вы вспомнили, Геннадий Леонидович. Не секрет, да, что МАГАТЭ довольно критикуемая организация. Кто-то мог бы назвать ее импотентной организацией, якобы. А что, господин Гросси, его помощники, сотрудники, коллеги, в принципе, могли бы сделать для того, чтобы обезопасить территорию Запорожской атомной электростанции от, во-первых, минирования. Ведь вряд ли представители МАГАТЭ могут, ну, скажем так, приказать людям с оружием, сейчас никого не защищаю, описываю ситуацию, скажем так, мало того, что выйти с территории ЗС, но и разминировать ее. Разминировать подходы к станции? Нет, не могут, безусловно. Разминировать подступы КАЭС? Нет, конечно. Приказать российским военным покинуть территорию станции? Конечно же, нет. Ну, мне тут создается впечатление, что россияне действительно рассматривают Запорожскую станцию исключительно как объект, который нужно защищать всеми силами и средствами. И не собираются туда уходить, если их не вынудить к этому. Да, что могут инспекторы МАГАТЭ? Ну, они же тоже жить хотят, в общем-то. И они тоже имеют глаза и уши. И тем более, что они, вот те инспекторы, которые находятся непосредственно на станции, они умеют наблюдать. И, кстати, россияне уже заявляли неоднократный протест, что вот инспекторы снимают там какие-то объекты, которые там они не должны снимать, потому что это, мол, угрожает безопасности. Ну, опять же, все в кавычках. Ну, то есть, там ребята тоже сидят достаточно умные. Вы же не забывайте, что на станции работают украинские граждане. И если, допустим, инспекторы, там два-три человека, не смогут предпринять необходимых действий для того, чтобы защитить себя от негативных последствий. Но несколько тысяч украинских граждан, которые работают на станции, которые являются специалистами, которые понимают, что может произойти, если что, я думаю, что они сделают все от них зависящее для того, чтобы предотвратить все возможные, скажем так, ядерные последствия от, мягко говоря, неразумных действий российских захватчиков, которым, кстати, можно отнести и то, что произошло на Каховской ГЭС. Да, ну и тут стоит заметить, вот Центр противодействия дезинформации при СНБО как раз отмечает, и мы не будем показывать этот ролик, я думаю, кто захочет, провокационное видео, которое как раз распространяют сейчас российские паблики, где как раз намекают на подрыв ЗАЭС, таким образом пытаясь запугать украинцев. Там заканчивается это видеофотография ЗАЭС и датой 3.07.2023, да, ну, такой датой заканчивается это видео, которое сейчас российские паблики очень активно в тираж пустили, поэтому говорить об этом стоит, и все-таки говорить о тех рисках, которые могут быть, и продолжим, господин Рябцев, с вами все-таки это делать, согласно с вами по поводу, и хотелось бы поговорить с инженерами, это абсолютно правильно, это и логично. Давайте мы тогда в продолжении этой темы поговорим. Вы сказали, что остановлены, да, работают, блоки не работают, энергия не вырабатывается и так далее. Эти процессы действительно очень важны. Скажите, пожалуйста, как все-таки, если мы говорим о, как это повлияло на всю систему Украины, энергосистемы, потому что я смотрю по цифрам, сколько как раз запорожская атомная электростанция, 21-й год, 22-й, как раз в процентном соотношении, сколько как раз давали, ну, и энергии и так далее. Скажите, пожалуйста, сейчас это несет серьезный урон по системе Украины именно в данный период? Я не говорю в период, когда были массированы ракетные обстрелы и угрозы со стороны Российской Федерации, когда в стране была, ну, ситуация по несколько дней, отсутствовало электроснабжение и так далее. Ну, здесь мы видим, что станция не работает, станция не находится в объединенной энергосистеме, поэтому, ну, что вчера, что завтра, что послезавтра, она не будет включена в работу, эта система. То есть оператор системы передачи Украинерго может рассчитывать лишь на те мощности, которые сейчас находятся, которые доступны. Поэтому баланс, он остается хрупкий, баланс электрический, электроэнергетический баланс. И сейчас очень многое зависит от рационального использования электрической энергии, особенно в пиковые часы с 7 до 10 вечера, когда нам советуют, ну, и профильные эксперты тоже советуют, не использовать много мощных электрических приборов. В частности, ну, вот сейчас стоит жара, многие включают кондиционеры, ну, желательно с 7 до 10 не включайте кондиционеры у себя дома, тем более, что температура воздуха в эти часы значительно ниже, чем, например, днем. То же самое касается и очень мощных электроприборов, которые использовать. Ну, например, ту же самую стиральную машину. Если есть возможность, например, постирать ночью или постирать днем, пожалуйста, делайте это, тем более ночной тариф вдвое ниже дневного. Ну, все сейчас будет зависеть от нормальной работы энергосистемы, вот от этого, от рационального использования энергии, и от того, насколько хорошо будет проводиться, будут проводиться ремонтные компании на генерирующих предприятиях. Если график будет придерживаться, если блоки будут аккуратно заходить в ремонт и выходить из ремонта, то тогда никаких ограничений для украинских потребителей не будет. Опять же, ну, это все будет в том случае, если не будут наноситься очередные массированные удары по объектам критической энергетической инфраструктуры. Геннадий Леонидович, спасибо вам огромное за анализ. Всегда вам рады в эфире телеканала Freedom. Напомню, что Геннадий Рябцев был с нами на связи, эксперт энергетического рынка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!